Уважаемые коллеги, то, что касается, почему мы выбрали именно эту тему. Вы помните, 10 симпозиум у нас был посвящен теме экономической теории в условиях порядка и хаоса. И мы подняли вот такой вот, услышали спектр экономических теорий, и нам захотелось вот эту линию, вот это обсуждение, какие возможны альтернативы экономической теории, дальше порассуждать. И, безусловно, коллеги, альтернативы, они появляются по отношению к мейнстриму. Связано это, во-первых, с нашей жизнью, вот в том числе в докладе Сергея Дмитриевича это очень ярко прозвучало. Мы что-то не можем объяснить. Кроме того, появляются новые сферы экономической жизни, такие как эстетизация, шеринг экономика и многие другие явления. И вот мейнстрим не успевает это отразить, ответить на вопросы. А самое главное, ведь экономическая теория, она не просто должна объяснить, почему именно так, а самое главное, она должна сказать, а что делать дальше. То есть она должна обладать предсказательной силой. И вот в связи с этим вот такое многообразие экономических процессов порпуждает к тому, что помимо мейнстрима должны появляться вот и должны быть допустимы вот такие альтернативные взгляды. Что для нас альтернативы, коллеги? Альтернативы это не необходимость выбора из нескольких вариантов. А здесь мы больше понимаем, как мыслительные теоретические конструкции, которые не соответствуют еще общепринятым критериям, но уже могут претендовать на научное и общественное признание. И в этом отношении, значит, вот эта эволюция в соотношении мейнстрима и альтернативности, она существовала всегда с самого зарождения экономической мысли. И вы все, кто знает хорошо экономическую историю, коллеги, поздний меркантилизм 17 века, который говорил о том, что торговля это все, надо больше продавать и меньше покупать, сменился позицией, который первым источником стал Уильям Петти в 62-м году, благодаря своему трактату о налогах и сборах, когда он сделал акцент в том, что необходимо перейти от анализа сферы обращения к анализу производства. И таким образом он стал прародителем классической школы политэкономии, которая после 200 лет господства, опять-таки, вызвала свои альтернативы к себе, связанные с запросами экономики того времени. Это и школа физиократов, и историческая школа политической экономики, и марксизм, тоже как ответ на запросы времени, австрийская школа маржинализма. И таким образом формируется неоклассическое направление экономической мысли к мейнстриму, как мейнстрим 20-го века. То есть альтернативность, она постепенно становится мейнстримом, и мы наблюдаем это вот в любое время. И опять-таки неоклассики в свое время появляются свои альтернативы. Это и ранний институционализм, и кинсианство, и неолиберализм. Мы знаем все, в каких условиях появлялись эти теории, как опять-таки ответ на запросы практики. И кроме того, тоже как стремление вот к синтезу мейнстрима альтернативных теорий, рождается новая политическая экономия Джеймса Бьюкинена и Гордона Таллока. И вот это включение теории общественного выбора в макроэкономику, которая позволила учитывать влияние политических процессов на различные аспекты хозяйственной жизни. 21-й век, коллеги, мы просто видим, что политика начинает, не просто экономика, а политика, начинает оказывать огромное влияние на рождение, дополнение к мейнстриму, альтернатив в теоретической мысли. И вот то предложение американцев связано с новым мировым порядком, однополярный мир, которое привело к теории глобализации мировой экономики. И тут же у глобального юга, у России, у многих других стран рождается понимание регионализации, поскольку невозможно глобально охватить все тренды и подчинить идее одной страны, все многообразие нашего мира. И сейчас мы наблюдаем, что новые тренды в технологическом, информационном развитии обуславливают появление новых теорий. Это и зеленая экономика, и нарративная экономика, и этот список можно продолжать и продолжать. То есть вот эта борьба противоречий мейнстрима, альтернатив, альтернатива заменяется, становится мейнстримом, она продолжается вот буквально на наших глазах. И, коллеги, пока у меня есть еще немножко времени, я буквально хотела пробежаться, какой спектр сегодня в докладах у нас с вами будет. Вот те тренды, о которых в том числе и Сергей Дмитриевич, я уже сказала, они показали провалы мейнстрима, да, и парадокс Лукаса, например, то, что капитал не течет из богатых стран, менее развитые страны, хотя, казалось бы, это естественно, да, спорный характер экологической кривой кузнеца, когда, казалось бы, выход на новый уровень индустриализации, он должен обязательно поворачиваться к экологическим вопросам. Тоже не всегда это существует. Ну, про невидимую руку рынка я уже и не говорю. Ну, и вот в том числе моментов. И в сегодняшних наших докладах, например, Джеффри Сакс остановится вот как раз на цели устойчивого развития, которое провозгласила Организация Объединенных Наций, и в том числе у него прозвучит идея создания глобального климатического центра. Е Чумэай сосредоточится на корпоративной социальной ответственности и то, что это очень сильно влияет на поведение потребителя, но и потребитель влияет на становление корпоративной социальной ответственности. Лаура Брави затронет сегодня зеленую повестку и так называемую теорию зеленой экономики. Монирол Ислам – это вопросы энергетических рынков, новые возобновимые источники энергии, и как они сейчас развиваются, не все так однозначно. Кази Сахак, сегодня здесь присутствующий, затронет геополитические риски и зеленый рост. И тоже мы вот сегодня услышим очень интересный доклад Сергея Дмитриевич. Я уже не буду говорить о содержании, но вот очень интересна мысль о необходимости качественного рывка для перехода на технологии, позволяющие России занять лидирующее положение в рамках шестого технологического уклада – качественный рывок. А Джеймс Гейлбрейд о глобальном неравенстве. И вот здесь вот это отношение малых и крупных экономик по отношению к санкциям, и то, что почему Россия вот к санкциям достаточно устойчива, вот тоже в этом докладе поднимется, я надеюсь, сегодня. Георгий Борисович Кленер. Системная экономика и системный подход – основа, должна быть, стать нашей экономикой Россия. И вот здесь очень интересная тема – декоммерциализация экономики, соотношение между частным и государственным сектором – это тоже очень интересная идея. Владимир Иванович Майевский – денежно-кредитная политика. И здесь не только вот этот доклад, но и доклад Мяудзе-Ююй «Либерализация торговли». Михаила Юрьевича Головнина «Мировая финансовая система». Угрозы глобальной финансовой системы затронут вот этот спектр теорий. Бронодолага «Великая рецессия». И что на уровне ЕС тоже необходимо становление каких-то институтов для того, чтобы экономика была устойчива. Виталий Николаевич Лаженцев «Теория устойчивого развития регионов». Это тоже сочетание технологического суверенитета и программно-целевой технологии исследовательской деятельности. Елена Борисовна Ленчук «Научно-техническое и технологическое развитие России». Очень интересный доклад Сариданту Бхатуре «Бережливые инновации» о четверной спирали. И тоже послушаем вот этот доклад. Фролов Дмитрий, сейчас отчество, Данил Петрович. Институциональная теория и необходимые изменения в методологии. Это очень такой, я бы сказала, критическая такая постановка вопроса. И я надеюсь, что это тоже вызовет большой интерес. Юрий Вячеславович, Валерий Вячеславов, коллеги, я извиняюсь. Проблема человеческого капитала. Очень интересная постановка увеличения доли профессионалов с высоким человеческим капиталом. Коллеги, есть спорные моменты. И, значит, причина образовательного разрыва. Александр Яковлевич Рубинштейн. Проблемы наукометрии и как они транслируются в реформы исследовательского труда. Я, как руководитель, полностью подписываюсь под этими предложениями. Это просто, на мой взгляд, очень правильно. Наталья Геннадьевна Яковлева. Человеческий капитал и проблемы образования. Это очень такая яркая проблема. Она вот животрепещущая, она сейчас, ее надо решать. Вячеслав Витальевич Вольчик. Институциональные ловушки российского образования. И тоже вот здесь все разнообразие мы на нас смотрим. Светлана Георгиевна Кердина-Чентлер. Междисциплинарный синтез. И вот это теория парадокса неоклассического синтеза. Преимущество междисциплинарного плюрализма, но и проблемы. Пинг Чен. Теория метаболического роста. Это, конечно, теория роста с нелинейными трендами. Я думаю, тоже вызовет большой интерес. Вей Бин Чжанг. Теория комплексности. И здесь, значит, вот тоже динамическая модель в соотношении хаотичности и энтропии. Вот это будет Джизеппе Орландо. Финансовые временные ряды. Тоже будет затронута проблема энтропии, шоков. И, как я поняла, вот та тема, которая была два года назад, она, коллег, затронула. Далее, уважаемые коллеги, гипотеза финансовой нестабильности в Минске, коллеги Розмаинского. И как в разных странах она реализуется. Ну и, в заключении, мир альтернатив, предлагаемый экономической теорией, очень разнообразен. Но, действительно, Сергей Дмитриевич полностью прав. Здесь уже речь идет не только о теоретических изысканиях, но, в принципе, и о выборе той теоретической экономической основы, которая позволит сформировать эффективную экономическую политику, в том числе Российской Федерации. Благодарю вас за внимание.